Ну, во-первых, необходимо отметить, что это во многом был беспрецедентно за последние годы визит с точки зрения длительности, с точки зрения того объема встреч, которые были предположены, и в этом контексте, безусловно, это является демонстрацией того прогресса, который в последние месяцы достигнут в рамках урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Не секрет, что центральным вопросом визита была от них не ядерная в вопросах, а в первую очередь развитие торгово-каналического сотрудничества между Европейским Союзом и Ираном, что очевидно является разумным и логичным шагом после того потепления в отношениях, которое наступило за улучшение двусторонних отношений в результате на ядерской договоренности. Поэтому, на мой взгляд, не столько надо говорить о результатах визита, их еще предстоит оценить, наверное, сразу не стоит ожидать каких-то прорывов, но сама форма визита, объем, насыщенность, безусловно, говорят о многом. И так, что она посетила не только Тегеран, а также деятельность, безусловно, заслужила большого внимания. Поэтому в целом я исхожу из того, что визит будет способствовать дальнейшему урегулированию кризиса и снятию всех остающихся вопросов, как со стороны МАГАТЭ от Ирана, так и тех вопросов, которые у иранской спорта имеются в группе 5-1. А если говорить о самом процессе, как Вы комментируете его на сегодняшний день? Постоянно идут переговоры между специалистами и экспертами. Как Вы комментируете этот процесс? На мой взгляд, идет профессиональный продуктивный диалог. Не стоит ожидать в рамках этого диалога быстрых решений, быстрых свершений. Вопросы есть достаточно сложные, требующие всестороннего рассмотрения, в том числе и технические вопросы, связанные с будущим некоторых ядерных установок на территории РАНа, того формата контроля, который на них будет осуществляться. Все это требует время. Самое главное, что процесс идет, развитие процесса позитивный. Важно, чтобы эта позитивная динамика была сохранена и важно, чтобы ожидания сторон друг от друга были реалистичными. В том числе и ожидания Ирана от Европейского Союза, потому что необходимо помнить, что, к сожалению большому, Европейский Союз является достаточно могучей бюрократией, и поэтому все решения принимают достаточно медленно, и к этому надо будет подходить. Помимо бюрократии, наверное, здесь можно упомянуть о той зависимости, которую в не столько политической области испытывает Европа в отношении к США. Вот как это сказывается на процессе переговоров вокруг Ирана? В целом, очевидно, что особый диалог по регулированию кризиса должен вестись между Тегераном и США, и в общем, в целом, что этот кризис, в первую очередь, не вокруг Иранской ядерных программ, а этот кризис, в первую очередь, в рамках американно-иранских отношений. Ядерное, что является лишь следствием кризиса американно-иранских отношений, и поэтому эта линия диалога наиболее важна, а остальных саммитов являются в целом наступные посредники. ЕС может в оборудовании кризису дать важным торгово-экономическим костерам. Ирана, это, безусловно, будет способствовать и омолеваться отношений. Но, опять же, в целом, соглашусь, что основная линия диалога Иран-США... И еще один такой вопрос, если можно, Анатолий Викторович, что-то все же визит, как Вы сказали, был беспрецедентом, а госпожа Эштон Вран, это европейского, скажем, деятеля политического на таком уровне, может ли это стать, ну, скажем, что ли, ну, предлогом для... предлогом для... или примером для подражения для других европейских политиков? Повторят ли они вот такую вот практику? Ну, госпожа Эштон представляет весь Европейский союз, поэтому, наверное, не совсем корректно говорить, что кто-то из европейских лидеров может поставить ее визит, поскольку это немножко увеличено в разных плоскостях, нахуй. Вот. В то же время, такие визиты важны, но для Ирана визиты, это не к самой цели, я почти в этом уверен, я думаю, что для Ирана важно, чтобы за этими визитами следовали конкретные действия и результаты, потому что визит это процесс, это средства, а экономика Ирана нуждается в конкретных результатах, в инвестициях, в новых совместных советах, и если за такими визитами последует конкретная советка, то, безусловно, это будет отличать интересам всех стран, участвующих в процессе регулирования кризисово-конкуранско-медренных программ, будет способствовать более доверительному, более эффективному диалогу. Опять же, важно, чтобы в сотрудничестве развивалось не в ущерб, интересам и экономических безопасностей остальных стран.